На территории РФ предусмотрены различные виды социальных льгот на федеральном и местном уровнях. Согласно федеральным законодательным нормам предусмотрен общий пакет компенсации инвалидам первой группы по зрению, местные же органы власти расширяют данный перечень, исходя из возможностей местного бюджета. В данной статье рассмотрим льготы инвалидам первой группы по зрению в 2020 году, разновидности компенсации и на основании каких документов их можно получить. Статус инвалида первой группы по зрению. Чтобы изучать виды существующих льгот, нужно рассмотреть вопрос, кто может получить статус инвалида по зрению. Этот статус положен следующим категориям граждан. Лицам с ограниченной способностью зрения, которые не могут сами проживать и обслуживать себя в быту, заниматься трудовой деятельностью, полностью слепые люди. Причины частичной либо полной потери зрения существуют такие. Воздействие ультрафиолетовых лучей, полученные травмы глаза, плохая экология, лишний вес, недостаток микроэлементов и полезных витаминов, несбалансированное питание. Работа на вредном производстве, старение. Читайте также статью. Льготы инвалидам третьей группы по зрению. Пособие и компенсация инвалидам по зрению первой группы в 2020 году. Каждый инвалид первой группы независимо от причины и вида инвалидности, наделен от государства правом на получение льгот. Рассмотрим их подробнее. Пенсия инвалидам первой группы пособия и компенсация инвалидам по зрению первой группы в 2018 выплачиваются ежемесячно в виде пенсии. Размер такой пенсии рассчитывается исходя из следующих факторов. От того, какая степень потери зрения, то есть присвоенной группы инвалидности, виду назначенной пенсии, присвоенного специального статуса. Читайте также статью «Материнский капитал на ребенка-инвалида». Медобслуживание в сфере медицинского обслуживания инвалидам по зрению первой группы в 2018, как и ранее положены такие льготы, приведенные в таблице. Номер П по льготу описания 1 протезирование инвалидам по зрению первой группы, как и прочим категориям, положено бесплатное протезирование зубов и ортопедическая обувь 2 санаторно-курортное лечение, также предусмотрены бесплатные путевки 1. Раз в год в течение первых трех лет после получения инвалидности, три лекарства на основании выписанного врачом рецепта, бесплатно предоставляются лекарства, перевязочные средства и изделия медицинского назначения, налоговые льготы. Данной категории инвалидов предоставляется ряд налоговых компенсаций, среди которых федеральный налог в виде НДФЛ и госпошлины, местный налог в виде транспортного и земельного налогов. Читайте также статью «Ребенок-инвалид детства. Льготы родителям». Оплата госпошлины освобождается от уплаты госпошлины инвалиды по зрению первой группы, по делам, которые рассматриваются в соответствии с гражданским и арбитражным процессуальным законодательством, оплачивают половину стоимости предоставляемых. Нотариальных услуг в виде регистрационных платежей. На оплату нотариальных действий это не распространяется. Льготы по земельному налогу существует и компенсация земельного налога, согласно которой за участок, принадлежащий инвалиду по зрению, платится уменьшенный налог за счет уменьшения базы на каждого плательщика. Это не зависит от права собственности инвалида на землю, то ли он является ее владельцем, на основании договора бессрочного пользования, либо получен в наследство. Виды необлагаемых доходов инвалиды по зрению первой группы освобождаются от уплаты налога с доходов, перечень которых приведен ниже. Средства, перечисленные работодателями за оказание медицинской помощи бывшим сотрудникам, ушедших с места. Работы по инвалидности. Средства, перечисленные работодателем на оплату или компенсацию стоимости путевки на оздоровление инвалида. Финансовая помощь бывшим сотрудникам оплаты медикаментов, назначенных врачом, или возмещение. Их стоимости работодателями своим сотрудникам или бывшим сотрудникам-инвалидам. Денежные средства, оплаченные любыми учреждениями на покупку средств профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов. Транспортные льготы. Инвалиды по зрению первой группы имеют право бесплатного проезда во всех видах городского транспорта, кроме такси, либо административного округа в месте проживания, если это относится к сельской местности. Также такие инвалиды один раз в год могут воспользоваться 50-процентной скидкой на проезд в обе стороны, на междугороднего сообщения во всех видах транспорта. Для инвалидов и их сопровождающих предусмотрена возможность проезда один раз в течение года в оба конца к месту лечения. Рассмотрим пример. Инвалиду по зрению первой группы Никольскому ЕА, проживающему в С. Рубежная Смоленской области, необходимо проходить лечение в стационаре в городской больнице профилактики и лечение глазных заболеваний города Екатеринбурга. Для того, чтобы добраться туда, инвалид воспользовался скидкой и приобрел билеты по льготной стоимости в оба конца. Трудоустройство инвалидов первой группы по зрению. В РФ существует Российское общество слепых, в котором работает данная категория инвалидов. В основном их привлекают к упаковке и сборке различных товаров. Однако совершенно не существует никаких ограничений по поводу выбора профессии. Они также могут трудиться в различных сферах услуг, например, юридические, творческие, образовательные, медицинские и прочие профессии. Для предприятий установлена специальная квота по количеству инвалидов, которые должны быть в штате с правом на уменьшение налоговой нагрузки. Также существуют различные организации инвалидов, деятельность которых направлена на защиту и гарантию их прав. Таким организациям предусмотрено освобождение от уплаты земельного налога, если она создана в интересах защиты прав инвалидов и ведет свою деятельность согласно уставу, снижена плата за регистрацию такой организации, льгота на оплату. Госпошлина при проведении нотариальных действий. Компенсация по жилищному законодательству. Все инвалиды по зрению первой группы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут претендовать на расширение и обеспечение жильем. Преимущества имеют инвалиды, которые встали на учет до 2005 года независимо от вида бюджета. На территории РФ действует ряд федеральных программ, которые наделяют полномочиями местной администрации в обеспечении инвалидов жилым фондом и оплате коммунальных платежей. Размер помощи, которую предоставляет местный бюджет, зависит от таких факторов – стандарта стоимости коммунальных услуг на КВМ в конкретном регионе, местной нормы жилплощади, минимального взноса на ремонт многоквартирного дома, средней рыночной стоимости КВМ жилья, количество инвалидов, имеющих право на социальную помощь. Далее подробно рассмотрим, какие именно виды льгот предоставляются инвалидам по зрению первой группы в жилищной сфере, инвалиды, проживающие в социальных учреждениях, претендующие на жилье по договору соцнайма, имеют право встать на учет. Независимо от размера занимаемой ими в таких учреждениях площади, лицу может быть выделено помещение в два раза больше минимальной нормы, составляющей 18 КВМ, предоставленное инвалиду помещение должно быть специально оборудовано. Под его требования и нужды, инвалиду и семьям с детьми-инвалидами, предоставляется 50% скидка на оплату коммунальных услуг, независимо от вида жилья и права собственности на него, предоставление топливных средств ввиду отсутствия централизованного. Отопление. Инвалиды-сироты при достижении ими 18-летнего возраста, должны быть обеспечены жильем вне очереди в случае, если они способны самостоятельно проживать без сторонней помощи, семьям с инвалидами, одиноким инвалидам, имеющие возможность. Вести хозяйство. В первоочередном порядке выделяются земельные участки для ведения собственного хозяйства или индивидуального строительства, если инвалид размещен в учреждении соцобслуживания, жилплощадь государственного или местного фонда, в которой закрепена за ним на основании договора социального найма, сохраняется за ним на протяжении полугода. Чтобы воспользоваться положенными государством пособиями и компенсациями инвалидам по зрению первой группы, нужно в первую очередь получить инвалидность и подробно изучить все особенности действующих программ на местном уровне. В каждом регионе реализуются программы, которые предусматривают особые виды льгот, помощи и компенсации для инвалидов по зрению, исходя из финансовых возможностей местного бюджета. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!